Машина очень легко простреливается, и там может находиться один из игроков защиты. WorldEdit находится уже в зиге, и он готов принимать уже хэдшоты, судя по всему, хотя я думал принимать противника. Нет раскидок, особо там флешка и смок, и есть диффузы от Вейлендера. Довкост на машине, Норберт находит фраг по Диме, играет сам Дайанг на гусе, отличная флешка, а у Спиритов продолжается рейтейк, однако колд не довкост, и сам Дайанг делает по фрагу, 1-3 ситуация для Норберта, он падает последним на зиге. Так точно. Очередной выход на точку В, готовится, посмотрите, раскидка, Норберт принимает уже одному, колд не падает, в итоге Аук, и там еще М-ка включается, Байландер, какая игра против Диме, и в итоге через смок пытается пройти сам Дайанг, да, получается, первого забрать, но это ситуация 2 на 4, Квик, пока что слепой, но там еще Норберт будет просто косить через этот смок, в итоге Квик погибает, и, ну, по сути, у Виктора здесь мало шансов, Норберт еще оформляет минус 3 в этом раунде. Может быть, это было как раз таки обусловлено именно этим. Учитывая то, что там приемка могла быть не самая лучшая, но здесь длина, экшен, начинается Дима, ликвидация Бумыча успешная, опять на 4, но нет размена, Квик идет как раз таки для этого, но Сотвик ловит его, ну, без флешки там как-то врывались, или она полетела, но игрок команды Спирит не был слепым. Откуда по тебе стреляли в эту яму? Вот именно траекторию этих выстрелов, и понятно, что будет поджим, и такое ощущение, что Вайландер не был готов к встрече с противником, Сотвик сбривает его. И что делает Спирит? Идут через Зиг, бомба там, один игрок будет выходить через длину, сам Дайанг просто выключает здесь World of Duty. Норберт, он даже не попытался сохранить свое оружие, и здесь инстрайк должны его забирать. Да, в Косте, кстати, в предыдущем раунде он ничего, кроме ПТ-150 армора, не покупал. Бумыч, так. Неплохой выход, но вот дотянуться до этого девайса было бы неплохо. Да, забирает вроде как калаш. Решили Дим Спирит пойти на базу Б, есть Вайландер на платформе, в это время этот Кост делает минус, Вайландер все еще не открылся, там уже на голову буквально спустился Дима своему оппоненту, он перестрелял Норберта, и Вайландер открывается с Дигла, неплохо, 2 в 2 ситуация, и Дима в это время забирает World of Duty-то. Ну же, как же, вот же, Квик приходит, хилпает, бомба здесь, 2 в 1 ситуация, в этот раунд можно выиграть инстрайк. Слишком далеко он находился, в итоге пытается выйти, переключается на пистолет, флешка неплохая полетела, Квик, перезарядка какая там, Вайландер на платформе, но Квик сам справляется уже с противником за Иксбоксом. Ну и здесь Квик, будет флешка, видимо, выпад также с рампы, Молотов неплохой от Спирит, тушится в итоге один из них, два противника уже десантировались на рампу, пытается выйти Квик, как же Спрей через мок забирает Диму, в итоге нет пока что размена, World of Duty на перетяжке, Молотов тоже неплохой за плат, но при этом его пушат, но нет, Колди не получается убить его, и это 3-5 ситуация, но бомба, все еще не поставлен, Сотфик встречает Квика, слишком агрессивно играл, 14 секунд, и куда-либо ворваться, он, в общем-то, действовал по ситуации, выпад через респаун, Норд разобирает Сотфик, который сейчас подключится до вкос, отличный выстрел от него, также есть еще информация о том, что два игрока на спуске, 3-2 ситуация открывается, Зик падает, сам Дайянки последний, а Вапер будет очень тяжело здесь Вадиму. Да, тут уже и Бумыч будет загонять противника, тот промахивается, в итоге снайперская винтовка будет уже очередная у команды Винстрайк. Ну, по позициям все очень даже неплохо для Винстрайк, пошла флешечка, засветили бомбу. Ворлд Эдит пытается подстраховать своего тиммейта, в итоге Спирит заходит на базу А с бомбой. Как же коварно, там еще действует игрок на центре, сам Дайянк переигрывает Квика, в итоге тот не поменял позицию, хотя изначально стрелял оттуда, через ящик по сопернику на центре. Колди встречает Вумыча на длине, это минус от игрока атаки, в итоге Ворлд Эдит пытается выйти на размен, да, получается убить его, но Зик-то выходит из ситуации 2 на 3, при этом красный сам Дайянк, да в Кост, закрывает снайпера вражеской команды Норберт в спине. Слишком очевидно здесь сыграл Ворлд Эдит, мне кажется, он немножечко поторопился, было понятно, что он там не поставил бомбу, да в Кост пытался, а как же хитро сыграл Норберт, просто пропушил Зик в этот молоток. Раскидка от Винстрайк вначале на длине, но видимо Респов пока что не хватает Спирит, чтобы выходить на эту точку, ой, Бумыч, это, ну, слишком было, наверное, да Алексей, учитывая, что калаш попадает просто с одной, и ты уже минусуешься на точке А, это выход будет именно туда же, новый лендер, Ворлд Эдит 2, АВП работает, палки уже бьют по ногам команды Спирит, которая не может еще и дойти до этого Аплента, сам Дайянк на размене играет против Ворлд Эдит, оу, Колди, какой хатшот против соперника на дефолте. Красный Квик играет внутри Плента, очень много времени проиграли, сейчас Дим Спирит и просто в спину разрывает Норберт, делает два последних фрага. Думаю, что он прекрасно понимает и то, что он делает, и какие из этого выводы он извлечет, мы тоже прекрасно понимаем. Норберт будет уже тапать по сопернику через этот смок, пока что не дерзят ребята с команды Спирит, ой-ой-ой-ой-ой, он готов поджигать Зик, но тут выход от Димы, смок на Контровский респаун, уже три игрока готовы принимать точку Б, так, минус один Вайландер, Фик, на размене сыграл, ну и при этом Колди встречает уже Бумача, это было на длине, будет выход на как раз-таки Волд Эдита, нельзя ему здесь ошибаться ни в коем случае. Да, но у него дело в том, что Кроссфайр на него выходит, он все-таки справляется с давкостом, тут же отвечает Колди, очень мало времени, переселивается с респауном Квик, уже откидывает Молотов на Плент, не успевает поставить бомбу Колди, уходит на сохранение оружия. И сейчас просматривается выход на мидл. Молотов зашива от Квик, будет вырваться в Орлине тоже интересно, там будет помощь от тиммейтов через точку Б, флажка полетела в лицо Квик, он забирает 1-2, Норберт третьего ликвидировал, но и при этом, конечно, у Сэмда Янга была очень мало шансов выхода, потому что по таймингам эту бомбу уже ожидали. Норберт оформляет даблкил, последний Колди на центре, и тут Бумач должен заходить в спину, тот соперник даже не подозревал об этом. Посмотрите, выход от Спирит на центр, они готовы уже дальше врываться на Б, а там только один... Винстеракром даже не знают об этом. Ой-ой-ой-ой, какие тут могут быть проблемы, да и вообще, в принципе, не могут, а уже есть. Абсолютно нормально, спокойно, никакого сумбура, там может быть даже под степом. Ой, как хорошо, Колди падает с платформы, делает два фрага, на развороте здесь Бумач забирает своего оппонента. Вот и тут еще сам Дайян гудит в спине, короче, все будет закрыто, забирает уже Квика, и последний тоже пойдет, это Кирилл Бумач, врывающийся на точку Б, но здесь слишком много стволов. 10-5. Двойное преимущество по очкам у команды Винстрайки тут не слишком ли много? Все-таки Спирит отдали оппонентам. Ожидают они выход именно на эту позицию, тем временем Винстрайк просто под гранаты, проходит через шорт и уже готовы заходить на базу, а Квик делает очень важный энтри по сам Дайянгу. Фактически один игрок на базе А сейчас играет. Это Дима, нет, простите, это Довкост, он на машине, и он здесь сейчас будет разорван с двух сторон. Ой-ой-ой, да, все-таки одного забирает Норборта, спускающегося, но Квик не отпускает противника, выходя через старт. Флажка полетела неплохая, так, слепого Вейлендера забирает Колди. Будет ретек, 3-3, при этом у Сотфика есть дефузы, нет раскидки, флажки уже потратили, еще одна полетела, и там головы появляются, ой, по Колди там от Димы залетает, как же так? Слишком много экшена, дергают противники, атака, конечно, стоит, но нет, Бумыч падает в итоге от Димы. Стафина уже заходит, все-таки не получается Квику забрать противника, это был Колди с разворота. Забирает противника, и здесь уже Валди тоже падает, как же хорош Дима. Винстрайк, они могут здесь доставить небольших проблем для спиритов, но у тех все хорошо. По оружию, оу, 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 вот доигрался, доигрался, сам Дайянг играл в ближней дистанции, даже средней дистанции. Ясно, все, леваем, леваем, 5-4, пацаны, тут нам нечего делать, нафиг, еще иди сюда! Сотфик падает в итоге, и это Дима Колди, и сейчас они могут спросить своих ребят, ну как же так получается? Ну вот по одному, по сути там даже не было никакого размена, еще не может выйти на точку, а посмотри. Есть смок от Норберта, чтобы закрыть эту щель, Дима все-таки забирает Квика, что вообще происходит? Колди там уже нашел Бумыча, и бомба только сейчас выходит на точку, а уже ситуация 2 в 2. Мы знаем, как же хорош этот парень в таких подобных острых ситуациях, он может здесь справиться с Дигла, пытается WorldEdit поэймить, и в итоге что происходит? Попали все-таки там все красные, абсолютно все красные на этом сервере, и сейчас Норберт делает фраг по Колди, и походу Дима не дефузит бомбу. Достаточно быстро, ну и вот мы видим Молотов на шорт, здесь 2 игрока, пошла серия флешек, сейчас просто кто-то сгорит, но в итоге Бумыч просто в упоре падает. Но Вейлендер вместе с WorldEdit подстраховали, Вейлендер дальше продолжает крошить здесь своих оппонентов, ситуация 4 в 2, отбили, в общем-то, шорт в винстрайке и могут уходить. Норберт уходит соло на Б, забирает Колди. Особенно, что касается карты Даст-2. Вейлендер спускается, уже выходя в спину противника, это был Давкост, держит угол сам Дайянг, там флешка полетит, но не ослеп абсолютно, у нас игра команды Спирит, и только одного кика забирают, но и при этом Бумыч тоже красный там остается. Вот она раскидка, которую я ждал в первой половине от Спиритов, вот сейчас она будет от винстрайк. Сотфик играет на платформе, увидел Норберта, перестрелял его, Вейлендер на зиге, но они все еще не вышли, Вейлендер будет делать выпад, Сотфик на лонг забирает своего оппонента, 3 в 2 ситуация, Team Spirit могут забрать этот раунд, очень важно было бы его взять для того, чтобы хотя бы, ну, чуть-чуть выдохнуть. А что происходит? А почему мы это не контролим? Как такое может быть? Так, Бумыч, 5 хп против Дима и Колди, бомба при этом поставлена, и самое главное, что делал уже у нас Дима, то, что просто отошел и должен сыграть вместе, да и сам справляется с этой рампой. Вот свое преимущество даешь сопернику, который находится и в меньшинстве, и в более сложной ситуации. Выход на Б, контактный, опасненько здесь могло быть от винстрайк, но в итоге разменялись все-таки в плюс для себя Team Spirit и остановили этот выход. Как ты знаешь, в винстрайк сейчас главное не обольщаться и не играть очень быстро, да и Сотфик непонятно, что только что хотел нам показать. Тут же перетягивается на длину, там сам Дайянк, отвечающий за центр, тут на длине, Квик встречает Довкоста, это проблема для команды Spirit. И неужели они такой раунд проиграют, имея преимущество? 4 в 3, напоминаю, была ситуация после контакта. Так, Кворл Дидит был близок к тому, чтобы убить своего оппонента, в итоге, да, действительно, бомба вообще сейчас может уйти на Б, сейчас пытается понять... Бомбу убили! Бомбу убили на респауне! А Бомбыч начал стрелять. Есть инфа. Колди принимает выход с будки, 28 хп, Квик! Да, все-таки погибает и это 1 на 2 ситуация у Ворлда Дидита, у него снайперская винтовка и, в общем-то, это 15 секунд до конца раунда. Он уже проигран. Все неплохо, АВП от Ворлда Дидита, при этом быстрый выход на центр, Бомбыч! Вырывается, Колди все-таки отпускает 7 хп, в итоге у него остается Колди, и какой врыв через флажку! Оу! Два минуса! Залетает в итоге 3-5, и как же дальше играть в атаке? Пока что непонятно, Уолдит еще один промах, и он будет не желез, но нет, все-таки он убивает Диму! Винстрайк разыгрались, вернее, Team Spirit разыгрались, решили все-таки его закомбэщить. Так, врывается Норберт, тут же Квик делает еще один минус, в итоге 2 в 2 ситуация, бомба лежит перед воротами, очень тяжело будет ее забрать! Догоняет в итоге Ворлда Дидита, красный Норберт каким-то чудом под шумок украл пакет. Вот смоком бы закрыться или молотовым, но нет! Это 2 на 1, это дуэт, командой Spirit нельзя ошибаться ни в коем случае, Норберт в итоге забирает только одного давкость. Они изображают что-то, что пока непонятно. Держать до конца противника в напряжении, тут может это сработать, потому что эмоции, потому что команда Spirit возвращается. Вот она раскидка, но это слишком просто для сводпика, закрывает он Бумыча, Норберт падает со снайперской винтовкой, давкость, а сам дай Ян! На длине справляется с Квиком, но куда зашел Ян? Ян вступил в болото на самом деле, да и Ворлд Эдит тоже вместе с ним. Хотя получается Битхолди тот там заспреился. Ворлд Эдит в начале этого раунда уже сейчас прямо пропушил мидл, нет информации, давкость забирает игрока команды Винстрайк. Тут же отвечает Ворлд Эдит и тут небольшой такой хаос паника на карте. Вот он Зайчик, вот он Дима и сейчас этот Зайчик должен здесь. Не должен, его фокусит уже Норберт! Как же сейчас все может перевернуться? Однако Колди работает под окном, пытается жить. Он понимает, что сейчас его зажмут с двух сторон, уже выход через Т-шку. Бумычу нужно жить, в это время включается Норберт, который забирает Колди. И три в два, сейчас Винстрайк могут взять второй экономический раунд за эту игру. Сам Дайянг пчится на точку Б, но его должны закрывать. Нет, не получается у Норберта это сделать. Бомба поставлена. Но дальше понятно, что Виктор не пошел, потому что нужно было дождаться поддержки. Да, Коста и вот он! Трехочковый под Бумыча. Гоша. Взлетел вверх, у нас один игрок. Гоша! Ты горишь, Гоша, нужно выйти! Сам Дайянг в итоге забирает этот раунд, закрывает противника этим Молотова. При этом у тебя нет абсолютно никакого контроля центра. То есть она убойная, если у тебя хотя бы кто-то на А смотрит через контрольский раз выход на центр. Да, мне не нравится, что он просто морозился. Он понимает, что выход сейчас будет на него, там уже стягивается ближе Сотфиг. Сам Дайянг. Ну же, ну же, ребята, смелее. Винстрайк пошла флешечка! И эта флешечка была не очень эффективная. Вот он давкост с АВП. Вайлендер должен кого-то убивать, потому что длину все читают. Понятно, что там еще бомба будет находиться на длине. Давкост! Отличная работа, Норберт. Отлетает, эта снайперская винтовка не сработает. Сотфиг на машине. Увозит Квика в следующий раунд. И давкост забирает еще последнего Вайлендера. Атаковать через шорт. Ну и вот он давкост. Не попал. Попал. Вайлендер упал. А что с бомбой? А тут понятно. Бумыч. Ну вот опять смотри! Вот идет вот форма, да. Длина не включается. Рассинхрон, Алексей! Рассинхрон! Поехали смотреть концовку этого раунда. Да. В общем-то не получается вместе атаковать сейчас винстрайк. Это факт. Давкост в итоге закрывает еще и Квика. Зиг только сейчас выходит на 8 секунд до конца этого раунда. Ребята, бомба на руках. И при этом ее можно поставить. Но еще один игрок на длине. Это Софи, который должен перетягиваться. Ой, как от Норберта там залетает. Да, получается в итоге 2 на 2 ситуации перевести. Но Норберт красный. Битый тоже ворлэдит. Но при этом у него есть снайперская винтовка. Подсадка у Холди будет. Ой! Внутри Плэнта. Что? Дима. Развет. Один на них сюда. Ты Норберт тащит вас. На смаке Дима забирает при перетяжке. Какой раунд? Смазано троллингом. Тут, кстати, вот раунд сейчас на игру может быть. При том как для одних, так и для других. Потому что если винстрайк проигрывают этот раунд. Ресет для них. И уже выход. А что-то уже залетело. Откуда? Уже откуда-то залетело. Это уже минус Дима. И это был Волл Эдит. Который, судя по всему, куда у нас выходил? На точку Б, да? Байлендер. Спускается на центр. Зиг поджимается. Сотфик. Нужно убивать хоть кого-то здесь. Там еще перетяжка через нижнюю тэшку. Он сейчас все это заметит. Минус голова Квика. И нет размены, потому что Сотфик очень грамотно отходит обратно. И сам Дайян. Как же тоже он поджимается под центр. Но Норберт все это дело читает. Три в три. И это выход Зиг. Просматривает давкос с ВП мидл. На всякий случай. Ну вот сейчас нужно двигаться. Сотфик еще и благо. Сделал минус для команды Team Spirit. WorldEdit отвечает по Сотфику. Два в два ситуация. Ну очень неплохо здесь все складывается. Здравствуйте. Такое уже было. Но Отвин Страйк. Ну пока не спешат у нас с дуэтом выходить с этого расположения. Колди. И его тиммейт. И Бумыч будет дергать. Как же тут сыграть? Голову отключает. И тут нужно было просто, наверное, выходить на стрельбу. Ром по карте, мне кажется, было бы эффективнее, чем вот то, что они пытались лучше сделать. Бейлендер забирает Колди. Где-то было на центре, наверное. И выход на точку Б через верхнюю тэшку просто без раскидки. Посмотрите на это. Дима забирает уже Яна. Пока что размен есть. И флешка полетела от Димы. Смаком закрывается команда Winstryk. В окне Дима. Должен тоже врываться там. Получает урон уже один. И второй игрок команды Winstryk. Может быть проблема. Есть удерживающие гранаты у команды Winstryk. Норберт играет под окном. Полетел Молотов. Меняет позицию. Снимает первого игрока. Отличная работа от Winstryk. Это пятнадцатый раунд. Уже пахнет. Я слышу запах пятнадцатого раунда. Два в один. От Квика. Точка. Мы будем смотреть дополнительные раунды. И вы знаете, ребята. Такое ощущение, что Spirit это нравится. В Коста 2900 уже после этого бая. Ну, то есть да. Я об этом. Интересно. Волд Эдит забирает сотвика. Так. Первая дуэль. И она польза команды Winstryk. И при этом это наглость Гоши. Да. И она оправдалась. Тем, что все-таки есть уже плюс. Но при этом сам Тайянг играет против Квика. Это было на длине поджим. Кстати, тоже неплохой. От контратеррориста. Дима за зайчиком. Флэшка неплохая. Но при этом не выходят пока что игроки. Атаки на эту позицию. Они пока стоят. Они ждут. Вот он молота. Полетел уже под ноги сопернику. Колди должен помогать. Он не выходит. Пять. Четыре в три. Простите. Колди! Очень рискнул. Да, совершают такие вот действия. Ну, бывает. Ладно, не будем. Тут уже, да. Будет еще попытка. Флэшка полетела. Врыв под нее. Ну, мой лендер тут, понятно, что должен уже спину чесать. Пытается еще как-то неординарно сыграть против бумача. Насколько промахов было. Винстрайк играют. Сейчас прям добавили много динамики в свою игру. Помощь в итоге доедает. Здесь давкост. Они опять. Опять агрятся. Очень быстро занимают миду. Да. Но при этом на центре будет снайперская винтовка. Наконец-то прострел Вейлендера ликвидировали. В начале раунда увидел одну позицию по длиной. И сразу вспомнил о том, что мы довольно давно не видели выхода через длину. Есть также поддержка от Норберда через платформу. Сотфик слишком легко. Забирает он главного бомбардира команды Винстрайк. Давкост мажется ВП. Очень обидно. Хотя должен был убивать. Он тут же исправляется. Погибает Квик. Отвечает бумач. 2 в 3 ситуация. Нет смака на просвет. Это проблема. Полетела флешка. Одна вторая. Дима делает враг по бумачу. Орлд 1 пытается пройти внутри планета. Играет 1 в 3. Но будет сложно. 25 секунд. Делает выпад. Опасненько. Зайди один. Зайди второй. Зайди третий. Нет, не знают. Не знают. Но подав Коста была инфа о том, что он на пленте уже был с этим ОВП. Просто кто-кого в этой ситуации. Очень все опасно. Волд Дидд в итоге фейкует. Бэкот. И там баст! Подождал и понял методом исключения, что только это единственная позиция, где может быть человек. И он еще и фейковал на 6 секунде. Каков наглец. Нормель! Как хорош в этом раунде! Выходит и просто поливает буквально со шланга эту длину. И делает два фрага. Подсадка или нет? Да. Нужно спешить. Еще одна флешка залетает. Фейлендер слепой. Просто флам. Вот он выход. И... Молотым под ноги. Сколько бутылок здесь полетело. Сот. На размене играет. Но как же вот сложно здесь обороняться. После таких гранат от команды атаки. Прошедший на точку. А там будет сейчас поставлена бомба. Хотя она еще не прошла через просвет. Это тоже момент. Флешка еще одадима! Одного только забирает. Волды нет. Работает с АВП. Даша на разворот. Агусю тут хочет работать. Холди. Но дело в том, что нет никакого смысла играть агрессивно. Ни одному, ни второму, ни третьему игроку команды WinStrike. 17-16. Флешки полетели. Холди под себя смог. Это будет выход. Дальше Квик разворачивается. Просто все слепые на этой длине. А Квик уже находится в яме. Там поддержка аутимейтов. И одного должны уже забирать там Вейлендер. Минусует Холди. Дима только одного с собой забирает. И как же Дима там дальше прошел? Разворот. Бумач. Каким образом Дима упил троих? Объясните мне. 28 хп. У сам Дайянга. Давкост. Аук на руках. Уверенность, конечно, получена. Он сотый. Здесь пытается куклить. Слайл работает. В итоге Дорберт. Одного забирает. Неужели? Как же это было близко? Просто пока откидывает гранаты. Пытается просто фокусить внимание. Однако упал кто-то на респаун и не выжил. Это был Дима. Начинается заход через мидл. Решили все-таки сплитовать. Отличный Молотов сейчас, который может застопить этот выход. Сотвик не понимает куда смотреть. В итоге погибает. Есть размен. Почему мы смотрим на респаун 3 в 2 ситуация у нас для Винстрайк. Теперь еще делает минус Давкост. Красный игрок в нижней тэшке. Давкост понимает, что здесь можно рискнуть или нужно как-то закрыться. Это два Ауга. Есть один смок и два набора дефузов. Вот он выход. И сам Дайянк на машине одного забирает. В итоге не было пока что. Размена Бумыч ищет еще второго соперника. Но как же хорошо они отстаиваются. Так, один на один. И где же все-таки там Давкост на пленте? Он с АВП. Нельзя промахиваться ни в коем случае. Нет! Эта точка в раунде. 18-17 матчпоинт. Вы будете, наверное, играть как-то близко. Пытаться, может быть, на поджимах поймать противника. Потому что там и ЦЗ, и ФАМАС, и МП на руках. Уже потеряли Бумыч. Вообще, конечно, они так довольно тяжело заканчивали основное время. Но здесь смогли выровняться. Вот поджим с Б базы. Ну и все. Аплэнд открыт. Здесь, в общем-то, нужно поставить просто бомбу и разыграть нормально постплан ситуации для команды Spirit. Это факт, Алексей. Мы близки к тому, чтобы констатировать факт. Это победа команды Spirit. Но Waylander будет стараться до конца. Забирает Диму, который тоже открывается. Ну, нет никакого смысла вообще идти на этот ящик. Учитывая то, что у тебя большинство тащей бомбы поставлено. Квик! Это уже интересно. Два на два ситуация есть. Дефуза. Есть также одна флешка от Waylander. Подсадка будет или нет? Колди. Заход в Зиг. Сотфик закрывается. Сейчас ногу си одного. Забирает второго. Не перестрелит. Все-таки один на один. Но Waylander красный. Но и при этом есть молотов и Колди. Это шаг и мат. Это победа команды драконов. Да, тут уже Waylander отходит обратно. Бомба уже тикает довольно сильно. Все. ГГ. Team Spirit выигрывает со счетом 19-17. Молодцы. Что я могу сказать? Молодцы. Довольно равная игра. Интересная. Динамичная. На встречных фронтах. Команда WinStrike молодцы. Тоже дали нам довольно много экшена.